добрый день уважаемые друзья с вами одессит на кухне добро пожаловать на наш канал и сегодня мы вместе с моим су-шефом напоминаю беточек bitcoin беточек мой и мы будем сегодня готовить утомленное вернее томленную говядину либо телятину и для этого нам понадобятся вот такие вот продукты кусочек у нас говядины сегодня ребята можно заменить телятины кто более диетическая хочет лук морковка соль перец масло казан все и четыре часа времени для приготовления ребятки что мы сейчас делаем конечно мой су-шеф горит я не могу ждать 4 часа я уже хочу у него уже все есть я немножечко ему нарезал немножко сырого а мы будем пробовать с ним потом и томленое сейчас вернусь отпущу и будем продолжать и так ребята вернулся к вам снял головной свой убор потому что жарко и продолжаем разогретый казан добавляем масло ребят подсолнечного достаточно нормальное количество мясо вы заметьте я ничего я просто отпустил моего су-шефа но мясо осталось как оно было и мы его будем томить вот именно она томится крупными кусками у меня казан маленький у кого казан побольше может быть овальный можно еще больше куски мяса и томить будем я же говорю под крышечкой 4 часа но для начала для начала чтобы его томить мы должны отправить сейчас мы проверим как всегда вы знаете как я проверяю опускаю липнет мясо или не липнет мясо не липнет ребят посмотрите вот я беру пробу мясо не липнет значит казан разогрелся у меня достаточно и опускаю обжариваю прямо в казане как на сковородке с всех четырех вернее четырех да правильно да четырех сторон а этим временем я что сделаю поками с мяса обжарю произвольно крупными мелкими его не будет видно ни лук не морковку не будет видно в его и ее не будет видно в казане почему за четыре часа она просто растает и даст вкус мясу все первое что мы обжариваем сейчас вы увидите что я буду делать дальше сейчас как всегда раздеребаню эти продукты и вернуть ребятки и вот вернулся к вам пока мы за кадром специально чтобы показать какое мясо видите уже с последней стороны она обжаривается и отправляю сбоку сразу уже в этом я вытопилась мясо сбоку отправляю и лучок давайте вашей любимой левой рукой что фанта было видно тяжелая задача отправить лук и морковку в казан рядом с мясом пострете четко не они кусочка не попала на мясо шучу ребята можно и на мясо она все равно спадет скинете ведь я работаю сегодня рукой без всяких ложечек вилочек по-домашнему все посмотрите в казанчике что происходит я немножко даже наклоню максимальный огонь продолжаем пока мясо обжарится я один раз помешаю второй раз помешаю а вообще я помешаю один раз морковочку и лук а потом вернусь к вам и все покажу что я делаю дальше да ребята так как я говорил помешал один раз нашу морковочку с луком посмотрите что происходит казанчики и датки вот у нас наши круглышками морковка крупные луки нас обжарила со всех сторон перемешиваю все вместе еще раз вот такая красота ведь перемешиваю все вместе добавляю соль перец по вкусу соль перец по вкусу перемешиваю еще раз представляете третий раз одно из сложных блюд это томленная говядина баранина свинина мы мы все это сделаем еще раз но там есть нюансы по свинине и по баранины вот говядина вот таким вот моментом кстати не перелаживайте много лука в говядину если много лука в говядины она начинает кислить кто любит кис кисленького такой вкус можете побольше лук все ребята все что нам остается у кого есть бокал пива сюда бокал пива у кого нет у меня сегодня нету пива я добавляю просто заливаю водой пока мясо не покроется все продукты все продукты покрылись сейчас еще чуть-чуть водички добавлю ждем закипания ждем закипания чуть-чуть можно перемешать даже что понять мне вот чуть-чуть надо еще воды я сейчас добавлю наберу ждем закипания закрываем крышечку и томим четыре а то и пять часов именно чтобы она очень на медленном медленном огне можно в духовке можно на газу можно на электроплитах на чему на электроплитах наверно дорого все-таки лучше на газу и либо в духовке газа но разницы нету хотя и можно и на костре на костре на еще будет вкуснее кстати томленое мясо всегда на костре вкуснее и любое блюдо конечно которые даже первое блюдо готовите всегда вкуснее все ребята к сожалению это блюдо не быстро через пять часов а то может быть чуть чуть больше потому что она еще должна и настояться мы увидимся на пробе и так и пока мясо говядина либо телятина томится традиционный анекдот от меня молодой мясник не зная с чего начать вежливо приставился говядине ребятки и вот прошло пять часов пять часов как томилась наша говядина телятина посмотрите что получилось датки какая прелесть морковочка я уверен что она просто распадается ну она может для этого блюда почему я так нарезала на идет как гарнир даже для этого блюда давайте пробовать и и кстати можно пробовать и горячей и холодной я пробую специально холодный хочу посмотреть как она на вкус холодная горячая знаю что будет еще лучше всегда можно подогреть если надо так что мы видим мы разрезаем давайте разрежем видите она не разрезается она даже по волокнам разрывается давайте так сделаем как положено кстати вот это мясо можно использовать для многих салатов мы я приготовлю специально для вас уже конечно смотрите какая прелесть какая красота на тарелке ну что беру самый как говорится центровой кусочек сэнд и вот у нас эти сочная сок сохранился жирочек есть буду пробовать без морковки чтоб не перебивать вкус отдельно попробую морковочку сената ну что это не вареная вам говядинка хотя вареная говядина я тоже покажу как правильно готовить как вкусно это как отдельное блюдо и начинка для салата возьму морковочку 3 морковочка просто распадается то что я вам говорил морковка настолько напитала вкуса вот этого сока говядины и лука лука здесь почти что не видно потому что он распался и пусть весь мир подождет ребята очень вкусно не буду мучить кто вместе со мной готовил давайте идите кушать вместе со мной я тоже сейчас покушал с пальчиками с колокольчика разбирайтесь с вами был одессит на кухне люблю целую обнимаю вас всего самого хорошего добра мира позитива вам и вашим семьям до скорых встреч ребята пока пока друзья ребята и мой су-шеф не дал забыть о себе я думал все попробовать сам не получилось он сразу примчался после как я выключил камеру сразу примчался сюда говорит ты что говорит где 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 мои мое приготовление говорит я все готовил 4 часа стоял около плиты не отходя от последней части и мне вот пришлось убежать там посмотреть за некоторыми вопросами и здесь дадим ему попробовать что он скажет и точек вот и скажешь с ребята посмотрите все нормально если су-шеф так кушает значит все хорошо так может ты в отпуск уйдешь на некоторый момент я не хочешь давай тем спасибо за приготовление пока еще раз